Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий, канал Купленов Play, а это Garden of Banban 3. Третья часть вышла давненько, но буквально сегодня я шерстил Steam за два месяца пропущенных, и, соответственно, нашел аж целых пять игр. Пять! За два месяца я купил всего пять игр на запись. Пять! Пять! Что записывать? Не знаю. Будем играть бесконечно в PS1 Horror, короче говоря. Вот. Это игра на час с плюсом. Я запишу ее, наверное, подряд без остановок, и потом поделю на две серии, и так будет нормально, так я не буду выбиваться из атмосферы, и так, соответственно, будет логичнее. Короче, в прошлой части мы с вами... Я не играл в первую часть, мы играли с тобой во вторую. Че-то там ходят, че-то там бегать, че-то там то, че-то там все. Короче, давайте посмотрим, че будет в третьей части. И, короче, это что-то... Что-то там где-то какой-то садик или школа, и какие-то вот эти добрые-добрые, а на самом деле злые монстры. Для родителей, которые ищут своего пропаженного ребенка, время дело тонкое. Нажми на часы, чтобы перевести время. На какие? На эти? Окей. Куда перевести? Я вперед их привожу? Так, че-то нарисовали. Непонятно, че случилось, но да ладно. Здесь мы будем зачем-то переводить время. А это дрон. Это понятно, удержит для перемещения. Это дрон, насколько я помню, у нас должен быть. Удержит для спринта, это понятно тоже. Рад видеть, что у тебя получилось. Я не знаю, как ты это сделал, но, опять же, ты пережил крушение Ганнского лифта. Так что, думаю, не стоит удивляться. Так, подожди. Еще раз прошу прощения за то, что ударил тебя по голове. На самом деле, по этой причине я считаю, что мы не должны встречаться лицом к лицу. Видите, что по какой-то причине я склонен к насилию, я не доверяю себе. Окей, чтобы не податься этому снова, мы не будем с тобой встречаться. Я заперся в комнате для наблюдения, так что я смогу помочь, не представляя для тебя опасности никакой. Сейчас мы находимся на самом нижнем этаже, который остался активным до того, пока все пошло не так. Под нами еще шесть, а много этажей, но они уже давно закрыты и заброшены. Так что, постарайся не упасть. Что касается твоих детей, я не знаю точно, где их держат, но я знаю того, кто знает. Отправляйся в водный сектор. Он там обитает. Кто? Кто там обитает? Найдите две автореки для вашего пульта. Так, окей, я, короче, разработал схему, как прыгать по диванам. Это прикольно. Ну так вот, нажми Е для взаимодействия. Здесь перевод какой-то, знаешь, полумашинный, полу... непонятно какой. Так что обращать на него сильно внимания не стоит. Получается, что в прошлом... В прошлом видео мы упали на... Я помню, что в прошлом видео за нами в конце кто-то бежал. Причем кто-то много за нами бежал. Так, одна батарейка есть. Это что такое? Всегда... Я всегда знал, что это несчастливая персона... А можно перевод посмотреть этой хуйни, игража на русском? А почему я прыгать не разучился? Хе-хе-хе, что случилось? У меня управление поменялось или что-то? Что такое? Эй, хе-хе, что случилось? Управление. О, заработало. Не знаю, здесь может гравитация какая-то слишком сильная или что? Ну, я разучился прыгать. Ладненько. Одну батарейку мы нашли. Пойдемте найдем вторую. Не помню, каким образом и при чем тут вообще какой-то лифт, с которого мы упали. Но я реально помню, что с нами в конце второй части кто-то гнался. Ну, ладно. Так, вторая батарейка. Отлично. Окей, вторая батарейка. Так, дрон. Шляпа назад. Это настройка дона. Нажмите левую кнопку мыши, чтобы использовать игрушку. Где он? А, вот он, окей. Так, правую кнопку мыши, чтобы телепортировать игрушку в ближайшую комнату. В комнату именно, окей. А я думал, что время сводит к себе, надо телепортировать. Пока что геймплей не меняется. Может быть, доступно управление... Это, в смысле, управление игрой? Хорошо. Так, это мы должны открыть. Дрон здесь, короче, летает, как такой, знаешь, механизм нажатия на кнопки. Окей. И теперь нужно вот эту нажать. Тогда сюда. Сюда и вот сюда, соответственно. Ну и, по идее, должна... По идее, должна была открыться дверь, и она открылась. Прекрасно. Да? Я, кстати... Меня просто осенило. Для управления фуникулером нужна ведь ключ-карта. Найти ее не составит труда. У каждого была своя копия, так что можно было добираться от станции до станции. Мне сейчас найти ключ-карту для фуникулера? Так вот она лежит. Окей. Третий этаж. Или это максимум третий этаж? А, дорогая мамочка, потрясающая какая-то желейная рыбка. Очень сильная. Она несла каждого к себе. Но потерялся Мэйсон, ненавидел его, и я не знаю почему. А, джелифиш — это медуза. Окей. А, ну все правильно. Желейная рыба. Как все логично. Желейная рыба — это медуза. Так, сюда, значит, сдавать яблоки и фломастеры. А сюда карту вставлять. Правильно или что-то не так? У вас нет никаких странностей, которые можно было бы отбросить? А, понятно. Так, окей. Уборщик был деактивирован. Пожалуйста, ждите результата. Подожди, в смысле дезактивировал? Я же вроде его заактивировал, наоборот. Мне нужно ждать результат? Давайте подождем. Давайте подождем, мне не страшно. Так, какие-то у нас здесь пустые нерабочие автоматы. А кто все здесь зарисовал? Здесь детям разрешается рисовать прямо на полу? Маркеры собрать надо. А, это типа задание. Так, а где мое задание вообще? Подожди, вон там, наверное, написано. Что-то... Короче, что-то, короче, было найдено. Исправь это дело, чтобы продвинуться дальше. Хорошо, давайте фломастеры собирать. Я так понимаю, чтобы пройти, нужно сначала... Это какая-то обеденная зона развлекательная. И чтобы пройти всем дальше, нужно сначала здесь убраться, а потом, соответственно, идти. Ну и без проблем. Давайте так и сделаем. Так, я складываю. Пошел маркер раз. Эх ты, блядь, это так долго будет. Каждый маркер нужно сбрасывать отдельно. Это интересно. Если игра выйдет где-то в районе минут 50, то выложу целиком. А если час, я не знаю, там 10, час 20, то поделена две серии. Так, у вас нет никаких странностей. Хорошо. Бля, опять управление отлетает. Не знаю почему. Просто внезапно отлетает управление. Перестает работать прыжок. Это вроде как бы уже полная версия. 1.0 сколько-то. Я не все собрал или что? Клэр здесь была. Прикольно. А, еще один маркер, блядь. Допустим. Я так понимаю, когда я их сложу, то я смогу, соответственно, продвинуться дальше. Воспитывают детей, воспитывают. Срач разводить не позволяют. Так, это сюда. А теперь, соответственно, нужно, наверное, выбирать уборщика. Правильно? Теперь он все проверит. Диспатчет. Что такое диспатчет? Пожалуйста, дадите результаты. Он был, наверное, выбран, вызван. И сейчас он проверяет, есть ли где-то маркеры или какая-то грязь. Ну, грязь грязью отмывать-то я это не буду. Правильно? Нахуй мне это делать? Я это не рисовал. Почему я должен это отмывать? Здесь пока в начале слушаешь обучение, пока ждешь робота-уборщика, можно тренироваться паркурить. По столам, конечно, бегать нельзя. Фу, зачем по столам бегать? За столами надо сидеть, есть, рисовать, что-то делать, мастерить, заниматься каким-нибудь рукоделием или еще каким-нибудь делием. Отлично! Пропустите. Пропустите, я все убрал. Заберите свое награждение в автомате для вытащи ключ-карт. Да? Давайте заберем. Так я же подобрал какую-то карточку. Нахера мне другая? Так, окей, опять... А почему только третий этаж опять? У меня до этого была оранжевая карточка с третьим этажом. Нахера мне фиолетовая? Пойдемте. Откройте. Что не так? А, теперь ее нужно применить, наверное, обратно сюда. Нет, уже все. А куда ее применить? Или мне нужно выходить наружу, и там какой-то лифт. Кстати, да, наверное, пойдемте туда. Я не могу просто бежать, когда есть столы. По ним нужно обязательно прыгать. Это сто процентов. Но нельзя. Так, ладненько. Так вот, собственно, фиолетовый лифт. Прогрессив сектор, медицинский сектор, какой-то водный сектор и наземный сектор. Я готов. Поехали. Поехали. Ловлять. Ой. А, это меня перемещает куда-то. Подожди, а он сказал мне надо водный сектор, по-моему, нет? Чего это, блядь, за детский сад такой громадный? Мне, наверное, надо не сюда. Так, а, я прям вода хорош. Я приехал прям в водный сектор, как положено. Так, арбурел, акватикси. Аква, это же вода, правильно? Правильно. Желтое стекло является легкообьющимся материалом. Игрушку нельзя направлять прямо на него. Это по поводу загадок, что если кнопка находится за стеклом, нужно искать другой вариант маршрута, другой облет. Так, иди сюда. Какую кнопку... Это что такое? А, стекло. Какую кнопку мне нужно нажать? Подожди, а у меня есть оранжевая карточка и фиолетовая карточка, правильно? У меня не было фиолетовой карточки для лифта. У вас нет аудиодисков. Хорошо. А куда тебя направить? И где вообще желтое стекло? У меня нет так... У меня есть такая карточка, не ври. Почему ты врешь? У меня есть такая карта. А может мне надо было не сюда? Может быть надо на земной сектор было? Ты здесь. То есть если я поеду вперед, я попаду в граунд сектор, правильно? Но мне сюда не хватает карточки, судя по всему. И дрон тоже направить некуда. И применить здесь тоже ничего нельзя. Так, это значит какой-то случай, какой-то репорт про какую-то медузу. Читать мы их не будем, потому что в этом мало смысла. Во-первых, все на английском, во-вторых, и разберешь. Я не понимаю, по кой хуй игру называют с русскими субтитрами, если здесь нет перевода текстов. Как бы неужели было так сложно загнать в переводчик тексты? Это очень странно. Так, я так понимаю, нам вперед. Поехали вперед. Не особо разбираюсь, как это работает, потому что мы были в другом, поехали, получается, направо, и оказались почему-то в водном секторе. Хотя, если вот так посмотреть, то мы поехали налево. Не знаю, не знаю, это надо как-то понять, с какой стороны ты смотришь, куда стоишь лицо. Нет, я приехал не в тот сектор. Хорошо. Давай посмотрим здесь без проблем. Так, от медицинский сектор. Может быть, мы здесь сможем что-то открыть? Так, здесь нужна какая-то синяя ключ-карта. У меня такой нет. Хорошо. Поехали сюда. Это, получается, третий маршрут, в который мы едем. Во второй части это было сделано как-то удобнее. Не то, что удобнее. Это было все сделано как-то быстрее, потому что там просто перемещался мост между тремя секторами. Это было гораздо быстрее, чем сидеть вот так вот и ждать, пока оно все переедет. Здесь такое чувство, что все локации просто засыпаны в одну большую карту, и поэтому они должны располагаться на какой-то большой территории. Так, вот желтая карта у меня есть. Каску я взял. Ебать, ты издеваешься надо мной. Поехали в граунд. А туда дальше нельзя, правильно? Нельзя. Окей. Поехали сюда. Может быть, я там что-то пропустил? Может быть, там была какая-то дверь куда-то? Неясно, неясно, непонятно. У меня вот есть чай, кстати. Он почти закончился. Я пока Steam сегодня проверял, выпил вот пол-литра чая. Очень какой-то бедный, бедные два месяца на игры в Steam. Там были какие-то игры крупные. Не то что крупные, а более-менее какие-то такие на слуху, которые были. Но они, во-первых, там я помню два каких-то платформера, это раз. Как бы и какой смысл, да и уже все это старое, все это уже неактуальное. Куда мне идти-то, идти-то твою мать. Ты издеваешься надо мной или что, блядь? У меня же есть карточки. Может, куда-то с чем-то надо объединить? Где вообще задание? Джей, Н. Как посмотреть задание? Управление. Нет задания. Как посмотреть... Как посмотреть задание? Так, а у меня нет кассеты никакой тоже, да? У вас нет аудио... Да какие аудиозаписи? Мне же надо видеозаписи, чтобы телевизор посмотреть. Блядь, смотри-ка. Теперь я, получается... То есть... А, ну да, все нормально. Направо. Это вот как смотришь. Как смотришь, то есть вот так порачиваешься направо у нас. Вот этот сектор, вперед прогрессив, по диагонали медицинский. Он же сказал, мне нужно в такой... Поехали сюда. Нет, дрон мне не нужен. Я уже, по идее, более-менее разобрался, как это работает. Правильно? Вот только прикол-то в том, что там висит щит, на котором расположены вот эти вот указатели в таком же, соответственно, порядке. И там ты уже запутаешься, потому что это неправильно нарисовано. Хотя... Хуй его знает. Ладно. Вот. Мне кажется, что-то я здесь не нажал неправильно. Пойдем еще раз посмотрим. Ладно. Продолжение следует... Сюда надо было загнать дрона, который разобьет мне стекло, и, соответственно, я возьму новую карточку. А я думал, здесь везде стекло, они же сказали, что стекло разбивать нельзя. Я думал, везде. Оказывается, здесь вот нет стекла. Ну да ладно, ну да ладно. Спасибо, дрон, спасибо тебе. Я его вызвал, хотя я, наверное, оставлю это в записи. Но это же логично, что если я разгадал загадку, нужно оставить разгадку, чтобы она была. Так, ладно, поехали. Очень медленно двери реагируют на мои команды. Это неправильно. Здесь должно быть все четко. Здесь же все автоматизировано. Какие-то ключ-карты, какие-то электронные замки. Это все должно работать махом. Это же все электроника, она же умная. Она все должна... Она все должна делать сама. Вот это, кстати, джелифиш, правильно? Какая-то огромная медуза. Она является лицом Гартненов Банбан 3. Когда в стиме запускаешь, она нарисована. И так, в принципе, не понял. А, понял. Так, а что такое? Это что такое? Где он там? Она не прилетела? Я не понимаю, что это, но там что-то... В смысле? Застреваю, блядь, на ровном месте. Ну и ладно. Ну и ладно. Ничего страшного. Communication kiosk. Так, какой-то kiosk связи. А я сюда, наверное, не пройду, правильно? Нет, мне нужна белая... Так, а где дрон-то мой? Ёп твою мать. Дрон, иди сюда. Он ко мне прилетел вообще или нет? Правая кнопка ведь респавнит дрона в этой комнате. Мне его нужно загнать вот сюда и вон туда, наверное, нажать. Подожди, а где эта хуйня теперь? Не понял. Так, дрон, ты меня давай не подставляй. Собака ты такая. Куда ты, блядь, пропал? Иди сюда. Может, надо по этим походить по конечкам и потрогать их? Нет. Это что такое? Так, а там что-то горит. Там какая-то кнопка есть, а я её не видел. Хе-хе-хе. И вон. Хорошо. Ну, блин, она так запрятана, конечно, не заметишь. Во! И? У тебя был тяжёлый день. Это видно. Ты усердно ждёшь того момента, когда покинешь это жалкое место с ребёнком на руках. Ну, мне так кажется. Не хочу подрывать твои усилия, но боюсь, что в этот момент может никогда не наступить. Я не могу этого допустить. И с радостью покажу тебе, почему. Но после того, как я это сделаю, следуй мою совету. Покинь это место, пока ещё можешь. Забудь о нём. Двигайся дальше и забудь, что всё это когда-либо происходило. И я обещаю тебе, завтра будет лучший день. То есть наш главный герой – это какой-то родитель, который пришёл за ребёнком. Детей отдавать не хотят. И Большая Медуза говорит, лучше-ка тебе отсюда съебать. И если ты отсюда съебёшь... ...то завтрашний день будет лучше. Так что не еби мозги, собирай свои вещи и топай отсюда как можно дальше. Это типа короткий спидран, короткая концовка, можно было раз пройти и всё, что ли? Добро пожаловать в мой дом. Ну или, по крайней мере, то, что должно было быть моим домом. В тёмных и холодных глубинах объекта обстоятельства нуждают меня... ...тебя делать то, что тебе не свойствует. Когда я чувствую, что слишком далеко отклоняюсь от своего первоначального курса... ...я иду в комнату, где вы нашли меня медитирующим, чтобы мысленно перегруппироваться. Я прохожу в это место, а потом мне напоминают, что я борюсь. Конечно, всё это неправда. Но всё могло быть. Настоящие солнечные лучи никогда не касались моей кожи, представляешь? И я тоскую по тому дню, когда они наконец сделают. Мне нужны дети, чтобы достичь этого. Но не волнуйся, я практикую самые безопасные процедуры. Что бы я не решил сделать со взрослыми, я обязательно оставлю одного живым и вменяемым, чтобы вы же детей доставили на поверхность целыми и невредимыми. И, конечно же, чтобы доставить меня туда, где я хочу быть. Жить простой жизнью, совершенно безмозглой медузы. Только жуя креветки и избегать быть съеденными черепахами весь день. Ты никогда не оценишь, как успокаивает отсутствие совести. Пока у тебя есть один... Я восхищаюсь твоей смелостью. Поэтому даю тебе шанс уйти. Возьми это. Так ты не потеряешь ни жизнь, ни шанс. Ни жизнь, ни шанс. Короче, всем этим заведует медуза, которая никогда в жизни не чувствовала солнечных лучей. Которой нужны дети, чтобы выполнить ее мечту. И которая оставит живых одного воздуха. Ни печени, ни кишок. Но самое главное... Нет поджелудочной железы. Вам, сэр, нужно иметь больше органов. Что же мне есть, когда ничего нет? Похоже, мне придется искать в другом месте. Че? Че? Как бы, знаешь, с таким кривым переводом бросать туда... Ну, в принципе, смысл-то общий понятен. Медуза хочет исполнить свою мечту. Для этого ей нужны дети. Все взрос... Все взрослые, которые за ними приходят, в конце концов умирают, но один взрослый останется. А нажмите правую кнопку мыши, чтобы стрелять. Их, нихуя себе. Их, нихуя. А левый? В этой... В этой комнате мы были в прошлой части. Так, окей, карточка зеленая. В этой комнате мы были в прошлой части. Стреляли из пушек по вот этим мигающим кнопкам. Нужно было там на время или что-то. Так, нужно собрать ракушки в этом сундуке. Найди 8 ракушек, тогда получи приз. Ех, нихуя я летаю. Так, это не ракушка. Меня теперь заставили играть за Медузу. Серьезно? Да, вот эта вот штука. Так это уже было. А как стрелять-то? Блядь, это заряжать же надо было. А, так я могу стрелять-то сам. Я не успел. Хорошо, давай еще раз попробуем. И что мне это даст? Опять это? То есть это тоже задание, что было в первой части? Серьезно? И... Мне откроют после этого дверь? Потому что в прошлый раз открывалась дверь после этого. На хуя вы сделали меня Медуза? И что за бред? Здесь нет ракушек. Что я должен искать, когда ракушек нет? Здесь есть только вон эти рожки какие-то. Ну, хорошо, давай выполнять... Давай выполнять задания по пушкам. Нужно три раунда выиграть. Один раунд мы уже выиграли. Здесь хотя бы заряжать ничего не надо. В прошлой части нужно было заряжать пушки. В прошлый раз нужно было заряжать пушки и успевать все это сделать, пока лампочки не погаснут. Сейчас мы сами умеем стрелять, и гораздо проще. Там еще, кстати, под этими две кнопки. Про них тоже не стоит забывать. Но если нас научили стрелять, значит, нужно стрелять по кнопкам. Это логично. Здесь обучают механикам тогда, когда они нужны. То же было и с дроном. Нам с дроном показали, что нельзя просто взять и разбить стекло. Давай третий раз поехали. Если это не получится, тогда я не понимаю, что делать. Бля, нижняя какая-то. Допустим. Я на слух определяю. На слух, кстати, вполне удобно. Ты примерно чувствуешь справа, слева. Справа. Нет, внизу. Внизу где-то. Да, внизу. Хорошо успел. Справа. Сзади. Сзади. Да. Спереди. Но это одно и то же практически. Сзади, спереди, в принципе. Я чувствую, что где-то по прямой. Все? Хорош. По идее, что-то должно куда-то открыться. Да, что-то куда-то открылось. Спасибо. Спасибо. А где, собственно, ракушки? А это что такое? Я сейчас что сделал? Высыпал ракушки? Блядь, здесь открыто было. Серьезно? Ой. Ты не один из них. Ты новенький. Тебе нужно спрятаться. Они идут. Кто идет? Это... Это улитка из прошлой части. Она работала... Она работала как SCP. Нужно было двигаться, пока она не смотрит. И не двигаться, пока она смотрит. То есть нашего взрослого, который пришел за ребенком, превратили в медузу. И заставили посмотреть на все это изнутри. Так, в смысле, блядь? Меня обратно превратили в этого? Что за ведерки? Собрать их нужно? Хорошо. А сколько их нужно собрать? Пресс ми ту старт раунд один. А у меня нет карточки такой. Хорошо. Я так понимаю, нас сейчас составляют собирать ведерко, чтобы мы примерно выучили локацию, изучили территорию, а потом могли играть в какую-то непонятную игру. Следуй за... Окей, здесь нужно будет прыгать по этим. По светящимся плиткам. И тогда ты не проиграешь. Так, шляпа для дрона, судя по всему. Там наверху одно ведро стоит. Его, наверное, скорее всего, нужно будет сбить дроном. Либо хуй пойми как. А сколько их тут всего-то? Хоть бы написали. Комната босса. Эй! Ты что, блядь, не перепрыгнул? Ну, по-моему, осталось только там наверху. Ну, дрон же сможет его сбить? А я его могу так, наверное, в прыжке подобрать. Хорош. Все? Все? Окей. Так, синяя карточка. Пойдемте играть в игру. Этаж... За мной карточка появляется, этаж минус третий. Поехали. А много у меня будет на это времени или нет? Я не понял сути игры. Или мне нужно бегать по этим плиткам? Подожди-ка. Следуй за светом и прыгай на свет, когда он появляется. Так это, блядь, с той стороны нужно начинать-то, алло. Допустим. Неправильно. Нужно именно прыгать или бежать? Ты что, издеваешься? Как играть-то? Давай я на зеленый буду вставать. Не успел? Ты что, дурак? Ну, мне показывают по платформам побегать. А к этой я не успеваю. Да не успеваю, блядь! Иди нахер, я не умею так быстро бегать. Игра, ты что? Ты дурак? Если я буду прыгать по ним, это вообще не вариант. Короче, прыгать нужно прям по этим. Прям по цветам, которые загораются на полу. Я вон с той уже пропрыгал. Вот так вот пропрыгал сюда. Теперь мне с этой стороны нужно начинать. Короче, смысл вот в чем. Ты просто вот так прям раз, два, три. Потом раз, два, три. Нужно прям именно по световым плиткам прыгать. Не нужно прыгать по зеленым и не нужно по ним бежать. Нужно прям именно прыгать. Но я почему-то не понимаю, что не срабатывает. Вот сейчас опять что-то не сработает. Вот, опять что-то не так. Может быть нужно было остаться на последней плитке и никуда не сбежать. Потому что, когда я допрыгал до сюда, мне вот сюда замигало. Окей, давай еще раз попробуем. Странное на самом деле задание. Кто мог подумать, что... Блядь, давай заново. Кто мог подумать, что надо прыгать по полу, просто по пустому полу. Может быть я не попадаю на эти, может быть еще что-то. Поехали. Сейчас будем делать красиво. Раз. Два. Хорошо. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Раз. Два. Три. Вот, заработало! Что случилось, я не понял. Хорош! Допустим. Блях, а ну, сука, напреду. Прыгает, говорит, по огонькам. Без проблем. Попрыгал по огонькам. Без проблем. Пойдемте дальше. Пока не сложно. Пока не сложно. И, кстати, скрим... То, что случилось с тобой, это один из трюков Стингера Флина. Он ушел в прогрессивный сектор, но у нас сейчас есть кое-что поважнее. Видишь комнату Наб-Наба? Она открыта, значит, он внутри. Он на охоте. А в этом штате слишком опасно что-либо делать. Мы должны разобраться с ним. Повезло, что у нас есть решение. Но оно тебе не понравится. Отправляйся в медицинский сектор, и мы поговорим там. Хорошо. Так, Наб-Наб это какой-то огромный паук. Вот этот Наб-Наб. Наб-Наб говорит, что это правильно кто-то для всего-то. Ты просто нужен посмотреть. Окей. Довольно глубокая фраза. Отдает философским подтекстам. Тут не поспоришь с Наб-Набом совершенно. Так, теперь нам точно нужно ехать в медицинский сектор. Это 100%. Значит, теперь мы смотрим вот так. Медицинский сектор вперед, значит, нам нужно просто вперед. Поехали. Без проблем. Но прикол-то в том, что у меня нет никакой карточки для медицинского сектора. Он сказал, отправляйся туда, поговорим там. Но там, чтобы что-то открыть, здесь везде, чтобы что-то открыть, нужна какая-то новая карта. Для медицинского сектора у меня карты нет. Получается, я либо просрал ее сейчас там, где бегал по этой ебаной дискотеке, либо мне дадут ее просто здесь. Не знаю как. Но он же типа в рубке управления, он, наверное, может чем-то управлять, он, наверное, может как-то что-то открыть. А, что-то лежит, хорошо. А, это записка ебаная. Окей. Так, подожди, синяя карта. А, так у меня есть синяя карта. Откуда? Откуда она у меня? Давай говори, я здесь. По-моему, второй части было как-то поинтереснее. Здесь пока что не скримеров, как-то скучно все. Ничего не происходит. Ебала какая-то. Ага. Ага. Наб-Наб Когда Наб-Наб сбежал, начали исчезать рабочие. Конечно, меры предосторожности тренировки могут немного помочь, поэтому нам пришлось придумать более надежное решение. Наб-Налина была тем самым решением. У нас была теория, что Наб-Наб стал таким агрессивным из-за своего одиночества. Мы так и не смогли доказать эту теорию, так как катастрофа произошла во время операции. Тут-то и вступаете в дело вы. Будете выполнять последние этапы этой операции. Процедуры, связанные с гиваниумом, очень деликатны, поэтому нужно, чтобы ты очень внимательно следил за этими конструкциями. Самое сложное уже сделано. Все, что нужно сделать тебе, это смешать нужные растворы и ввести ей их около шести раз. Автомат с символами капель, а вот где это делается. Когда придет время, на экране загорится символ нужной концентрации. Для простоты концентрации были представлены цветами. Смешай и добейся нужной концентрации, затем набери шприц и отдай на бнолине. Автомат цветными трубами переключится на неправильные цвета, и когда это произойдет, используй данные щипцы, чтобы вернуть их в нормальное состояние. Кнопки на стене также выходят из строя. Когда это произойдет, нажми на те, которые светятся с помощью своего дрона. Окей. Избыток гвинаева, который может найти в комнате и стащиться, когда-нибудь выйти из строя, и будет необходима концентрация. Процедура прекращается, если любой из четырех полностью истощен, и то, что случится дальше, ни к чему хорошему не приведет. Только лучшие из нас выполняют процедуру гваниума, но у нас нет особого выбора. Удачи. Бля, ничего не понял, но что-то понял. А где мой дрон-то идти-то твой? А, вот он. Так, дрон сюда, хорошо. То есть сейчас мне нужно запустить саму процедуру. Вот это банки, из которых подается раствор сюда. Это таблица смешивания, что из чего получается. Здесь что-то, что куда-то. Вот эти кнопки нужно нажимать дроном, если вдруг они перестают работать. Это Набдалина, это подруга этого. Это подруга Набнаба, которая, соответственно, должна избавить его... Ладно, поехали. Что такое? Да какой нахуй? Стой на медь. Не надо нажимать, я сам туда нажму. Сюда, в центр. Так, а что не работает-то? Где карта-то? А, я могу брать только что-то одно. Понял. Понял, понял, понял. А где карта-то сама, серьезно? Старт процедур. Дурак, блядь. А что не так-то? Хороший доктор знает гиваниум. Разберемся по ходу дела. Я не понимаю, почему процедура не запускается. Может быть, сначала нужно запустить кнопки? Нихуя. Может, сначала надо нажать вот сюда вот? Так, ну-ка, дрон, встань в центр. Нажми вот на эту кнопку мне. Нет? А, это кнопка, наверное, чтобы взять. Я не понял, я карту не подобрал или что? У меня же есть синяя карта. Что не так? Почему она не начинается? Ты видишь, не работает. Ты дурак? Управление. Интерактировать ей. Ну. Причем меня заперли здесь, и нихуя не происходит. Где-то карта спрятана. Слышишь? О, легла, блядь. А что-то легла-то. Ёб твою мать. Ее нужно было положить. Но, Баналина, ты чего-нибудь сразу не сказал? Раньше здесь был мат. Субтитры собак. Субтитры сделал DimaTorzok